Приветствую вас, а давайте разберём ваш вопрос. Не знаю, как избавиться от давления окружающих. Мне 31 год, с детства любила детей и всегда мечтала о детях. Кажется, что все вокруг беременных, кроме меня. Все очень надоели с вопросами о детях. Я понимаю, что, судя по всему, проблема у меня в голове, но опустить ее у меня не получается. Окружающие ждут не день с одними вопросами. Почему не хочешь ребёнка, ты уже поди работу делала три раза, а ты знаешь, что если дальше будешь этим тянуть, то ребёнок будет никчёмным человеком, с поздними детьми всегда. Так? А ведь муж от тебя может уйти, если ты ему не родишь. К тому же у меня проблемы с обеими мамами, родной мамой и свекровью. Они мне постоянно намекают, что я не заслуживаю любви своего мужа, и не только я всегда уже не могу забеременеть. Как думаете, как лучше всего реагировать на такие высказывания? Почему люди мне говорят такое? Может быть, я понимать себя неправильно веду? Я думаю, что лучше всего не обращать внимания, когда собеседник не получает вот каков ответ на свою бестактность. Ему самому становится неинтересно. Ну, последнее утверждение действительно справедливо. Правда, справедливо оно, к сожалению, не для всех людей. То есть, для кого-то, да, это так, но для кого-то это, к сожалению, не работало. Следующий момент. Вы пишете о том, как лучше всего реагировать на такие высказывания. Я думаю, что вы уже как-то на это высказывание реагируете. Я думаю, что вы уже как-то на это откликаете. И я не думаю, что хорошей идеей было бы как-то, ну, заставлять, что ли, вас реагировать иначе. То есть, я думаю, что основная идея включается именно в том, что вы уже как-то реагируете. Вот так и нужно реагировать, так как вы реагируете. Только, только возможно, 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 ну, как-то более, вот, более внимательно реагировать. Более внимательно относиться к своей реакции, вот, и учиться ее выражать, вот. А вот, потому что вы уже как-то реагируете. Ну, скажем так, более, более полный стол, вот, потому что вы уже как-то реагируете. Реагируете? Нет. Я подсорку. Вы уже как-то это делать? Вот. Вопрос только в том, как конкретно вы это делаете? Как конкретно вы реагируете? Следующий момент заключается в том, что вы хотите, вы хотите детей. И вам как-то, значит, транслируют люди, получается, что вы, ну, в общем и целом, должны забеременеть. Ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что вам нужно разобраться с тем, что для вас, ну, какое значение для вас имеют дети, вот, откуда такое сильное желание детей, именно вот, ну, конкретно детей. Что вы в этом складываете? То есть, как-то разгрузить нужно эту попрямость, вот, потому что именно из-за того, что она у вас перегрузена, вот, а вполне возможно вы не можете Собственно говоря забеременеть. Понимаете, да? Ну, нужно разгрузить ваши попрямости. Следующий момент заключается в том, что вас задевает слова других людей, вот, относительно, ну, относительно, относительно себя. И, как мне кажется, нужно посмотреть, а как, как конкретно вас это задевает, чем вас это задевает. Я думаю, что вы довольно легко увидите то, какой вы себя чувствуете. Я думаю, что вы довольно легко увидите то, какую проблему вы пытаетесь решить в этом смысле посредством детей, когда посмотрите на то, как вас задевает то, что говорят вот вам в этом смысле другие люди. Да, другие люди, они отражают вам то, что вы сами чувствуете, другие люди отражают то, что вы сами ощущаете, другие люди отражают вас самому. Вот, это правда. Дальше. На мой взгляд, в контексте, но мне скорее появились множество. То есть, того, что вы едите в том числе. То есть, что вы всегда получали дети. Да? С одной стороны, и с другой стороны, то что вам говорят Ваша мама, получается, и свекров, они говорят вам, что вы не заслуживаете любви своего мужа, да? Это история про вашу полноценность, это история про то, что вы, за счет детей, вероятно, хотите заслужить любовь, вот, вероятно, хотите почувствовать себя, не знаю, полноценно, вот, хочется почувствовать себя полноценно, вот. Ну, вряд ли, конечно, можно вас в этом винить, да? Я имею ввиду, за то, что вы хотите почувствовать себя полноценно. Я имею ввиду, но дети не решат ваши проблемы, вот, от слова совсем. Ну, вот, к сожалению, дети не решат ваши проблемы. Напротив, после рождения детей вы, вероятно, захотите что-то еще сделать для того, чтобы как-то вот утвердиться. то есть, от них детей вам будет мало, вот. И, ну, именно, вот, именно от них детей. Поэтому, это такой бесконечный, ну, бесконечный путь, на мой взгляд, на мой взгляд. Вот. И, что здесь нужно делать? Пожалуй. Так это, в первую очередь, смотреть, какую, как я уже сказал, какую потребность вы пытаетесь в детях реализовать. Это первое. Принимать себя. То есть, ну, работать, работать над тем, да, чтобы себя принимать. Вот. Сейчас вы себя не принимаете до конца, до конца без детей. И, вот, собственно говоря, ну, вот эта бесстаркность людей, как вот вы, ну, как вы ее называете. Вот. Это как раз история именно про то, что люди сталкивают вас с тем, что вы себя не принимаете. Вот. Не принимаете, ну, себя вот без детей. Вот. А вы, в свою очередь, с одной стороны, зафиксировались на детях, как на точке приложения ваших, ну, не знаю, ваших возможностей. Например. Вот. Вы зафиксировались на детях, игнорируя, собственно, ну, какие-то другие возможности, способы, вот, для реализации своей. Вот. С одной стороны, вы зафиксировались на детях, а с другой стороны, вы не подвлекаете сомнению требования, требования к себе, которые у вас есть от мамы, в том числе. Вот. И, конечно, конечно же, бежите от чувств, которые у вас, ну, на мой взгляд, возникают. Вот. Если мы говорим, опять же, о детях. Например. Вот. То есть, вы убегаете от себя. Убегаете от чувства стыда, от чувства страха. Например. Да? Ну. К примеру. Такое вот чувство страха, да, что вас бросат. Например. Что вы узнаете, что, вот, женщина полноценна, полноценна. Да? Женщина полноценна. Вот. Только, значит, вот, когда у нее дети. Вот. Без детей. Женщина не полноценна. Не полноценна. Вот. То есть, вот какие-то такие у вас, вероятно, идут здесь моменты. Вот. С этим комплексом. Ну, у вас это комплексы. Вот. И. Очень важно, значит, с этими комплексами работать. В первую очередь. В первую очередь. В первую очередь. Заметить, чего же вы сами хотите. Вот. Где, как вы сами хотите. Вот. Да? Как бы. Ну, то есть, вот. Где, как, чего вы хотите сами. Вот это, на мой взгляд, очень, очень важная составляющая. Потому что, на мой взгляд, вы не столько сильно детей именно хотите. Вот. Сколько вы требуете от себя это. К вопросу о том, что с детства вы любили детей. Ну, конечно, тут, на мой взгляд, это требует определенного уточнения. Потому что, есть, а, некоторые, а, некоторые сомнения. Как, а, касаемо того, как в детстве вы могли любить детей. Вот. Ну, будучи, будучи самым, самым, будучи самым ребенком, по сути, да. Вот. Поэтому, конечно, конечно, есть тут определенные вопросы. Вот. Но, на мой взгляд, здесь история про какую-то свободу, про желание играть, про желание более, ну, более серьезное, значение, предавать, значит, своим эмоциям, вот, более серьезное значение, предавать своим импульсам, вот, а не контролировать себя, вот, вероятно, ну, так, как вы это делаете. Вот. Понимаете, да? Какая история. Вот. Ну, опять же, в данном случае, это, пожалуй, что моя интерпретация. То есть, ваш внутренний ребенок нуждается в том, чтобы его услышали, вот, нуждается в том, чтобы к нему прислушивались. Себе вы это запрещаете сами делать, вот, ну, и надеетесь через детей это реализовать, вот. В психологии подобный феномен существует, когда родители через своих детей пытаются реализовать то, что, ну, вот, они хотели бы сами, например, вот. Ну, ничего хорошего из этого не получается, к сожалению. Здоровых отношений, именно здоровых отношений при таком подходе, не случается, не случается, потому что родители, он, все равно в глубине души оставаясь неудовлетворенным. Ну, к сожалению, к сожалению, к сожалению, балуют, балуют ребенка, вот, балуют его. И, в общем-то, ребенок, ну, в этом контексте, вот, он остается, ну, вероятно, даже, я бы сказал, неуслышанным. Вот. К сожалению, то есть ребенок, он все равно, как бы, не получает того, что, ну, того, что нужно ему. Вот. К большому сожалению. Поэтому это нужно учитывать, это нужно иметь, ну, в виду, такой, такой, ну, такой момент. Вот. Если мы, опять же, хотим помочь вам разобраться в этой ситуации, вот. Большую роль играет здесь то, как вы сами себя, ну, преподносите. Вот. Вот. То есть преподносите вы себя как личность или преподносите вы себя как женщину. Только. Исключительно женщину, да, и вот. Все остальное это вторичная, вторичная, вторичная такая история. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Потому что если вас видят другие люди и если вы себя сами преподносите, в первую очередь, как женщину и или как жену своего мужа, да, то, конечно, вот. Будут такие разговоры. А с другой стороны, с другой стороны, окружение ваше, ваше окружение тоже играет большую роль. А что это за окружение? Какое оно? Что из себя представляет это окружение? Вот. И вообще, какие у вас интересы? То есть насколько ваши собственные жизненные интересы, да, представлены в вашей жизни. Ну, вот. Ну, повседневно. Скажем так. Вот. А если представлены, то как? Вот. Ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, ну, буквально. Каким образом это представлены. Вот. На мой взгляд, это очень важно понять и увидеть. И дальше, вот, в таком ключе, ну, в таком ключе, ну, как бы двигаться. Двигаться именно, вот, ну, двигаться именно в этом ключе, вам, вам, ну, необходим. Вот. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. А хотите ли вы это? Вот. Потому что, ну, вы же, спрашиваете только о чем? Вы спрашиваете только о том, как реагировать на эту ситуацию. Вот. Реагировать на нее можно, вообще говоря, ну, по-разному. Вот. Как хотите, так и реагировать. Вот. Ну, как можете, так и реагировать. Вот. Делать, 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 делать не надо. Дело в том, вот, именно, именно, что, что, ну, что впечатляет. стоит за вашей реакцией. Точнее, что будет стоять за вашей реакцией. Вот. Это очень важно. Поэтому я предлагаю вам именно на такие вещи обратить свое внимание. Вот. И реагировать уже из ваших, скажем так, ощущений. Вот. 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 Не из того, как надо, реагировать. и не из надежды, ожидания, что от вас отстанут. Потому что, ну, могут отстать. А могут и не отстать. Понимаете? А реагировать из того, именно, что с вами происходит. Реагировать чувствами. И. Брать на себя ответственность за окружение, которое вокруг вас. Вот. Потому что, если, ну, действительно, например, свою свякровсть, или свою маму вы не измените, то свое окружение, ваше окружение выбрали. Вы более чем в силах. Зависит, конечно, от нас. Вот. Но я могу вас, я могу вас заверить, что вы в силах выбирать свое окружение. Вот. Только, да, за это вот, ну, придется определенную цену заплатить. Вот. Это правда. Это правда. Вот. Вот. Ну, выбрать для себя приемную цену или сделать так, чтобы психолог помог вам выбрать приемную цену более чем реально. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего самого доброго. Спасибо.